Привет, мои лапоньки! Меня зовут Татьяна Андреева. В предыдущем выпуске я загадала загадку. Какая разница между слоном и блохой? И правильный ответ. У слона могут быть блохи, а у блохи не может быть слонов. И победителями стали Виктория Лемберг и Смешашаньки Смеши, которая представилась Полиной. Как обещала девчонка, передаю вам обеим привет. Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. А вот и следующая загадка. Маленький серенький на слона похож. Пишите свои ответы в комментариях под видео. Двух победителей я выберу случайным образом с помощью сайта рендомайзера. Победители получат персональный привет от меня в следующем выпуске и сигны от меня. Ну а теперь перейдем к мастер-классу. И сегодня будет идея оформления сладкого новогоднего подарка. Ведь новогодняя пора это время сладости и конфетных сувениров. Как вам такая идея? Сделать подобный сладенький подарочек может абсолютно любой. Итак, как же его сделать? Прежде чем перейти к мастер-классу, напомню, что в этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Победителей я выберу случайным образом с помощью сайта рендомайзера. Свои ответы оставляйте в комментариях. Итак, в качестве основы упаковки сладкого подарка я использую прозрачную обложку для тетрадки. Отрезаю прямоугольник нужного размера, складываю пополам и склеиваю заготовку в пакетик. С боков я склеиваю ее декоративным скотчем. Но можно использовать и самый обычный прозрачный скотч. Такой пакетик у меня получился. Видите, это совсем не трудно. Наполняю этот пакетик лампетками и заклеиваю его сверху скотчем. Все, основа сладкого подарка готова. Теперь украсим ее. Я делаю поясок. Нужна черная полосочка и светлая квадратная пряжка. Я сделала их из фетра, но вы можете использовать абсолютно любые материалы, которые имеются у вас дома. Подойдет любая другая ткань, а также картон, цветная бумага, фоамиран и так далее. Итак, склеиваю его с обратной стороны упаковки. Готово. Далее делаю треугольную шапочку по размеру упаковки. Как видите, это классическая новогодняя шапочка. Я делаю ее из фетра, но подойдет любая красная ткань. Еще я сделала бубончик на шапочку. Клею его сюда. И добавляю имитацию пуха на шапочке снизу. У меня это фетр, но вполне себе подойдет и вата. Все, шапочка готова. Надеваю на упаковку и фиксирую ее клеем. Я решила согнуть уголочек шапочки вот так. По-моему, чего-то не хватает. Я решила из зеленой салфетки и бусин сделать зимние веточки с ягодками. Просто вырезала листочек из салфетки, зафиксировала его клеем по центру вдоль и приклеила листочки к шапочке. Добавляю три красные бусинки и все. Кстати, если красных бусин нет, можно покрасить красными красками или лаком для ногтей белые бусины. Все, готово. Подарить конфеты в такой новогодней традиционной упаковке намного приятнее. Вернемся к пасхалкам из предыдущего видео. Повторюсь, победители выбраны случайным образом. Первую пасхалку я спрятала здесь и победителем стала Машка Кэт. Ну а следующая пасхалочка была тут. Победитель Таня Москалева. Поздравляю победителей. Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Спасибо всем за активное участие. Еще хочу поблагодарить за позитивный комментарий Энн Флай. Передаю тебе привет, Энн. Твоя сигна есть в моей группе ВКонтакте. И, кстати, автор лучшего комментария этого выпуска тоже получит сигну от меня. И привет. Следи за выходом моих новых видео на моей странице в инстаграм. Смотрю, вам нравится выполнять задания. Вот вам еще одно. Это часть изображения. Как вы думаете, что это? Свои ответы оставляйте в комментариях. Победителя я выберу случайным образом, он получит сигну от меня. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. До новых выпусков и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова